Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, в этой серии видео продолжаем знакомиться с американскими акциями, разбираем с вами топовую 30-ку индекса S&P 500. И сегодня у нас на очереди всем известная компания Visa. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное! Погнали! Visa расположилась на 15-й позиции. Тикер очень простой. Vee – это отрасль интернет и бумага весит 0,94% от состава индекса S&P. Сайт у них visa.com. Есть русскоязычная версия. Ну и давайте, как обычно, начнем с теории, почитаем про компанию. Ну и какие-то, может, интересные факты про нее узнаем. Итак, о компании Visa. Visa – это глобальная платежная система, которая обеспечивает держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах и территориях доступ к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются с помощью глобальной инновационной процессинговой системы Visa.net, которая может обрабатывать более 65 тысяч транзакций в секунду. Она обеспечивает потребителям защиту от мошенничества, а торгово-сервисным предприятиям гарантирует осуществление платежей. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты. То есть, все карты, которые есть у вас под данным логотипом, это, в общем-то, карты отдельных банков. Visa только дает возможность осуществления этих платежей через свою сеть. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты. Ну, на сайте какой-то прям истории компании, интересных фактов нет. Давайте сходим в Википедию, посмотрим, что здесь есть интересного. Visa, американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций, является основой одноименной ассоциации. С 20 сентября 2013 года цена ее акций участвует в расчете индекса Доу Джонса. Вот логотип Visa, всем он известен, и вот, видимо, их штаб-квартира. Листинг на бирже NICE, компания основана в далеком 1958 году и основал ее D-Hawk. Расположена в Фостер-Сити, Калифорния. Ключевые фигуры сегодня это Джозеф Сандерс, председатель Райан Макинерни, президент. И Альфорд Л. Келли, это SEO, отрасль финансовой услуги, продукция, платежные системы. Ну и вот, данные финансовые показатели. За 2020 год, собственный капитал 36 миллиардов, оборот 21 миллиардов, чистая прибыль более 10 миллиардов, 80 миллиардов активов, капитализация 495 миллиардов. В компании в 2020 году работало более 20 тысяч человек. Дочерние компании Visa Europe и Visa International Service Association. Visa это международная платежная система. В настоящее время ассоциация включает в себя две компании. Ранее их было четыре. Это Visa Incorporated, которые принадлежат все права на торговую марку и применяемые технологии. И Visa Europe Service, Великобритания, Лондон, которая управляется европейскими банками и действует при использовании лицензии Visa. Общий объем оборотов по картам Visa составляет 8,3 триллиона долларов. Карты принимаются к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Организация играет центральную роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые используют более 15 тысяч финансовых организаций. В мире насчитывается более 3,4 миллиарда карт Visa по состоянию на 2018 год. Главный конкурент Visa и еще одна топовая компания, которую мы тоже с вами недавно разбирали. Это MasterCard. Это код Visa. От мастера отличается в основном ориентацией на операции в долларах, тогда как MasterCard на операции и в долларах, и в евро. Ну и давайте немножко в историю углубимся. В 1958 году Bank of America выпустила сине-бело-золотую карту Bank AmeriCard. Вот так вот она выглядела. С ростом национальной популярности карт банка Bank of America для их поддержки была учреждена отдельная организация Bank of American Service Corporation, в которой сосредоточились все операции с карточками Bank AmeriCard, и которая начала продавать лицензии на выпуск карт другим банкам. Последние должны были придерживаться стандартов и правил обращения с этими картами по своему статусу. Это была ассоциация, членами которой становились банки. Название Bank AmeriCard могло ограничить дальнейшее развитие этой платежной системы. Название не пользовалось популярностью на Восточном побережье, в США, в Канаде, в Великобритании и Мексике. Причиной оно содержало название самого крупного на то время банка мира. США не были популярны за границей из-за войны во Вьетнаме. В этих странах банки использовали местные торговые марки, поэтому было принято решение найти более подходящее название, отвечающее следующим критериям. Короткое, удобное для графической обработки, запоминающееся и одинаково звучащее на всех языках. В итоге было выбрано как раз слово Visa, и первая транзакция картой с новым логотипом была осуществлена 26 июля 1976 года. Перестали использоваться местные названия Bank AmeriCard, Chargex, CartBlue, Bank Union, Банка Кредита. Ну видите, вот в каждой стране было свое название Visa, что упростило маркетинговую коммуникацию. Название Bank AmeriCard осталось лишь как название CartBank of America. История Visa у нас в стране насчитывает тоже приличный срок, уже более 30 лет. Первым российским финансовым институтом Visa в 1988 году стала АО «Интурист». В марте 1988 в рамках «Интуриста» была организована компания «Интур Кредит Кард» специально для работы с программой Visa. Первые пластиковые карты Visa были выданы «Интурист» советской олимпийской сборной, направлявшейся на Олимпийские игры в Сеул в сентябре 1988 года. В 1989 году Сбербанк стал первым советским, ныне российским банком, членом Visa. Число российских банков, членов Visa с тех пор неуклонно растет. Ну и давайте посмотрим непосредственно на акции. Теханализ от Инвестинг предлагает бумаги покупать, скользящие средние 9 к 3, а технические индикаторы 7 к 1 за покупку. Одна бумага стоит 221 доллар. Это, друзья, на момент моей записи. Имейте в виду, цена, разумеется, могла измениться в большую или меньшую сторону. К моменту, когда вы это посмотрели, пожалуйста, учитывайте этот факт. За месяц акции Visa потеряли 5,62% от стоимости. За полгода около нулевой результат. Был хороший рост где-то до 27 июля. 250 долларов тогда. На пике стоила одна акция. Но потом вот уже который месяц идет снижение. Ну и годовой результат не очень-то хорош. Плюс 9,22. Индекс S&P за это время подрос с процентов на 27, наверное. Мы видим, что Visa отторговалась в этом году хуже. То есть держать эту акцию в портфеле было бы плохим инвестиционным решением. Вы бы не добрали профита, в отличие от инвестирования просто в фонд, который копирует индекс S&P. За все время результат по этой бумаге 849%. Это данные за 10 лет. Очень круто. В среднем на этой бумаге можно было за эту десятилетку зарабатывать по 84% годовых. Просто обалдеть. И когда-то, смотрите, друзья, в январе 2012 года одна акция Visa стоила 29 долларов. Эх, сейчас бы прыгнуть в машину времени и все свое бабло вложить в эту компанию. Было бы неплохо. Visa американская транснациональная компания предоставляет финансовые услуги. При этом сама корпорация не занимается выпуском карт, не является банком. Так, ну, все это мы уже с вами прочитали. Так, что тут еще у нас интересного? Прогнозы. Консенсус прогноз покупать. Bank of America Securities 20 августа давал прогноз, что акции вырастут на 26% с прогнозной ценой 279 долларов. 15 июля Robert W. Baird плюс 37%, прогнозная цена 305 долларов. И 8 июня Credit Suisse плюс 28% с ценой 285. Ну, пока мы видим, ни один из этих прогнозов не сбывается. И более того, сейчас компания находится в таком явно медвежьем движении, тренде. И наоборот идет вниз. Стоимость компании 471 миллиард долларов. Ебеда 15 миллиардов. По E53, смотрите, даже вот при текущей стоимости бумаги все равно дорого. Все равно дорого. И по-хорошему надо дождаться, чтобы еще компания подешевела хотя бы раза в два, для того, чтобы в нее заходить. Рост EPS за 5 лет 10%, рост выручки 9,5%. Ну, по рентабельности все здорово. Доходность капитала 32%, активов 13%, доходность инвестиций более 16%. 55% долг, это не страшно. Payout ratio 25%, они направляют на дивы, но средняя див доходность очень слабенькая. За 5 лет 0,6, ну и примерно такая же годовая. Получается, бета 0,99, бумага, что касается волатильности, примерно равна рынку. Ну и вот выручка с прибылью в 2020 году, немножко есть, видите, просадочка по показателям, если сравнивать с предыдущим 2019 годом. Ну, хотя это странно, коронавирусный год, мне кажется, на расчеты не сильно повлиял. Ну, единственное, если просто экономическая активность немножко замедлилась, и люди стали меньше пользоваться в целом банками, платежами и так далее. У многих были финансовые проблемы, вот этим я, пожалуй, могу происходящее объяснить. Ну и вот дивидендная история по данной компании. Они увеличивают размер дивидендов, видите, вот по 2017 году 21 цент, потом 25, 30 центов, 32 вот сейчас платят. Но все равно получается очень мало. В этом году уже было 3 выплаты, в феврале, мае и августе прошли отсечки. Еще одна выплата будет в ноябре, но при этом дивидендоходность все равно вряд ли превысит 0,6-0,7%. Короче, компания как бы типа платит, но платит очень мало. Ну, единственный прогноз на вкладочке идеи, тут от FINAM, 9 июля тоже уже не сказать, что прям супер актуально. На горизонте год аналитики полагали, что бумаги вырастут до 18%. Все равно достаточно скромно прорыва от этих акций никто, по большому счету, не ждет. Все понимают, что цена и так очень сильно перегрета. Ну вот как-то так, друзья. Вроде как компания действительно с историей. Компания, я даже ее недавно сам рассматривал в качестве инвестиционной идеи. Я думал ее приобретать. Ну и вот видите, в итоге правильно сделал, что не купил. По факту, да, она бы принесла мне профит, но меньше, чем если бы я купил что-то иное, либо просто вложился в индекс. Ну а про инвестиции в индексы уже много сказано. И мной в том числе, на мой взгляд, это лучший способ вложить свои деньги. Особенно в такие сложные рынки, как американские, где разбираться в нюансах крайне проблематично. И просто покупать акции, грубо говоря, по обложке, по названию, по статусу, это не всегда хорошая идея. Ну вот вроде виза, да, вроде мощно, вроде круто. Вроде все говорят, что виза это супер, а в итоге 9 годовых достаточно слабо. Вот так, друзья. Так что думайте сами. Мне показалось, пока еще немножко перегрето. За акцией можно понаблюдать. И я бы оценил порог входа, ну во всяком случае, не дороже 150 долларов. Вот если бумага вдруг опустится к этой отметке, тогда, вероятно, я задумываюсь о ее покупке. Ну а вы решайте сами. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Рассказываю о фонду в рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И инвестирую вместе с вами. Всего самого лучшего. Пока-пока.